Давайте побываем в одном из редакторских кабинетов нашей телестрии. Кажется, концерт идёт благополучно. Впрочем, благополучно лет мы узнаем завтра по откликам наших зрителей. А сколько было хлопот с этим концертом. Устал. Да-да, войдите. Да? Коврик не так просто. Коврик не так просто. Щепухина, Матильда Прохорна. Очень приятно. Чему я, так сказать, обязан? Да. Так я и думала. Чего вы думали? Ну, вот я тебе сейчас расскажу, чего я думала. Вы себе представить не можете, до чего я люблю ваш телевизор. Ну, меня, знаете, вот от этой штуки оторвать нельзя. Причём так, я смотрю, ведь всё к ряду. Концерт, концерт. Лекции, лекции. Свиноводство, свиноводство. Гайки там, машины разные. Тот какой-нибудь импортный гость выступает. Сколько хотите. Ей-бой, я такая и поклонница этого дела, что, знаешь, придёшь домой, от намёрзнешься, поешь, задремишь. Так муж мне сам уж будет. Кричит, мотятося, Матильда. Мне теперь по паспорту Матильда. Вставай, Игорь, твою бандуру завели. Но мы-то здесь при чём? Обождите. Курите. Не курю. О, счастливый человек. Это большая экономия. И деньжами, и здоровьем сохраняете. У меня списки не брали? Да, хотя вы не куряще. Завидую. Лично-то я восемь раз бросала. У меня на этот характер не хватает. Вообще-то у меня хватает характера. Ты у моей соседки Дуськи Заломаевой спросить. Я на мой характер так изучила, что даже в народный суд на меня жаловаться боится. Я ебаю. Эх, проклятые чётки. Вот они, проклятые. Простите, гражданочка, но у меня нет времени для разговоров с вами. Идёт праздничный концерт, ответственная передача. А для чего я пришла? Исключительно как сочувствующий вашим передачам. Но поймите. Не, брат, это вы поймите. Я как поклонница этого дела, вот не могу я допустить, чтобы вот на ваших передачах было такое полное отсутствие красоты. Красоты. Какой красоты? Зрелищной. То есть зрительской, то есть живописной и статуэтной. Ну, как там её, вот у скульптурной. Ну, всё, у вас ведь голые стены. Ну, чего для своей декорации-то развесите метров пять марли, понимаешь, что на каждой аптеке пару в двадцать за метр продаётся. Ну, раньше эта красота, это ж ужас. Люди ж хотят видеть перед собой, ну, что-нибудь выдающее в смысле той же красоты. И вот я, Лисия, от себя отрываю предметы, себе обуинткейву. А, так. Чтобы вы могли развесить и расставить. Это, можно сказать, для оформления художественного ваших концертов. Что это такое? Вот. Уберите сейчас же. Вот, так оно, цыц, не трогать. Я не для вас принесла. Я, может, желаю через вашу голову поразить красотой наших дорогих зрителей. Ну, где вы видали такую кошечку дивную, а? На базаре видел. Правильно. Я лично на Даниловском рынке продаю ей этот бюст кошки. Гражданчик, я попрошу вас всё это немедленно убрать. Ну, не трогать. А то схлопотишь за хулиганство 15 суток, как миленькой. Вот, ну сядь на место. Так. Так, как будто ничего. Теперь-то сюда надо будет добавить всё картинки. И вышивочки. Хороша, висичка, а? Хотя не хуже, чем в изогизе. Прям вот жалко расставаться со мной. Между прочим, вещь художник Степан Щепухина. Мой племянник. На лебедях собак съел. Хе-хе. А вот этого исполнено для вышивания способом болгарской креста. Ну вот, вы можете подумать, что я хвастаюсь. Но это спросите, у кого хотите. Эта картина вылитая я. Ну, правда, когда помоложе я была. Это вот вы знаете, ну кто не пройдёт по базару, я прям вся, руки в боки. Ну, мой к Щепухиной, Матильда Щепухиной, как желаю. Между прочим, когда будете платить, учтите никаких перечислений. Деньги на бочку, как у нас на Даниловском рынке. Горя. Ага. Эх, можно? Смотри, я уверена мой. Что? Что вы сказали? Я говорю, так в центре будет. В центре. Алло. Алло, говорит Букин. Послушайте, сейчас же пришлите ко мне двух, нет, трёх, четырёх товарищей из охраны. Эй, Букин, скажи там, чтоб как пойдут, стремяночку захватили. А то как мне тут не сверзится, костей не сверёшь? Послушайте, гражданочка, неужели вы не понимаете, что все эти ваши украшения чудовищное место? Да ты что? Да ты опомнишь? Такая красота. Да я лично с этой красоты себе дачу построила. Ай, голова! Ой, да ваша голова вся того не стоит, сколько стоит эта кошечка? Да? Слава! Целая! Да-да, Владимир Ильич. Вы? Да, почему так испугались? Татьяна Ивановна, если бы вы знали, как вы мне сейчас приснились. А, это, наверное, в интернете продавщица красоты. Ну да, конечно. Ну и что, было очень страшно, да? Очень. Но это только значит, что вы прекрасно сыграли свою роль. Об этом мы узнаем только завтра из их отзывов, да? Да. Да. Спасибо. Спасибо.